Летним вечером, часов в 11, я торопился домой, чтобы поговорить со старой знакомой. Это была странная, но интересная девушка из другого города, с которой я иногда коротал вечерние часы. Я никогда не видел ее фото, и сегодня мы впервые должны были поговорить в скайпе. Надо заметить, что с ней я не мог общаться, как с остальными. Я будто терял над собой контроль и говорил с ней искренне, будучи закрытым человеком. Когда я вернулся домой, на меня налетела моя кошка. Она громко мяукнула, застыла на мгновение и тут же понеслась диким воплем в другой угол комнаты. Мои попытки взять ее на руки не увенчались успехом. Она вырывалась, кусалась. Это не было на нее похоже. Но поглощенный мыслями о предстоящем разговоре, я не придал этому значения. Я присел за ноутбук, включил скайп и стал ей звонить. Но связь оборвалась. Я подождал несколько минут и позвонил снова. Она приняла звонок. Веб-камера у нее оказалась не подключена. Первое, что заставило меня встревожиться, проблемы со звуком. Белый шум. Сквозь него ее прерывистый голос, который менял тембр и срывался. Я пытался спросить у нее что-то, но ничего не смог расслышать из-за фонового шума. Наконец, она подключила веб-камеру. Я увидел фон из обоев и настенных рисунков. И тут в кадре появилась ее голова. Темно-серая, глазные впадины черные. Рот колеблется у своего положения. Я машинально вскрикнул и скнул на клавишу принт-скрин. Ее голос стал звучать отчетливее. И я мог слышать, как она сказала, что это просто проблемы со связью. Я немного успокоился, но руки у меня тряслись. Я нервничал. Решил сохранить скриншот. Пайнт не открылся с первого раза. И я в ярости кликал по ярлыку до тех пор, пока не открылось окно. Затем второе, третье. Так открылось шесть копий программы, в одной из которых я сохранил скриншот. За время моего кликания по графическому редактору, скайп стал показывать картину менее пугающую, но также малоприятную. Теперь ее лицо было просто черным, но фон остался тем же. Она какое-то время говорила со мной приятным голосом, и я расслабился. Но тут снова началось. Фон начал плыть, менять цвет, а ее лицо стало снова серым. Чернели глазные впадины, волосы и приоткрытый рот. Я снова ткнул на принц-скрин, испугавшись. Ее голос вновь исказился до неузнаваемости. Белый шум усилился. В одной из открытых окон, Пайнт, я скопировал скриншот. И так случилось еще два раза. В четвертый раз изображение стало просто невыносимым для моих глаз. А звук резал уши. Ее голос был похож на крик, а ее голова скакала из одного места экрана в другое. Вскоре связь пропала со всем. Звонок длился 38 минут и завершился в 12 часов ночи. Я вышел из скайпа, сердце колотилось, руки дрожали, а перед глазами стояла ее странная голова. Лишь позже, успокоившись, я решил, что проблемы были вызваны плохой связью и заглючившей оперативной памятью. Но во время следующего разговора моя подруга мне сказала, что в тот вечер она уехала в другой город на похороны родственника, а предупредить меня вовремя не смогла. Дом оставался пустым. Субтитры создавал DimaTorzok